Прошел год с нашего похода, как мы пришли в Барнаул, и до сих пор я нахожусь в Барнауле. Чуть больше года назад мужчины без определенного места жительства из Казани Рушан и Марат пешком преодолели 3000 километров ради спасения Маруси Иценко. В пути активисты рассказывали о маленькой жительнице краевой столицы. Врачи диагностировали у ребенка редкое заболевание – спинальная мышечная атрофия. Волонтеры собирали средства на самое дорогое лекарство в мире – Золгинсма. Поступок волонтеров привлек внимание всей страны, за что они и удостоились почетного звания у себя на родине в Казани. Когда дошли, мы пробыли здесь до декабря месяца. В декабре мы решили вернуться на новогодние праздники к родным, близким. Также у нас было вручение премии медали «Герой нашего времени». И после этого Рушан остался, а после новогодних праздников я вернулся обратно. Символично, но именно сюжет нашего телеканала «Поступки Рушана и Марата» победил в федеральном конкурсе в августе этого года. Кстати, конкурсы разные, но номинации «Там и там» называется «Герой нашего времени». Ты помощница? Да. Уже сегодня сбор средств на лечение малышки мог быть почти закрыт, но сумма из-за курса доллара увеличилась со 120 до 157 миллионов рублей. Требуется еще 70. Сейчас Маруся получает спинразу, это пожизненный препарат, каждые 4 месяца методом лимбальной пункции вводится в позвоночник укол. Вот, но мы пытаемся, в общем-то, получить препарат золгансма, это один укол внутривенно, и он предоставляет копию сломанного гена в организм, и организм начинает работать так, как заложено, ну, должно быть заложено от природы, я устраняю поломку, вот это наше генетическое. Ребенок растет, набирает вес, и время все становится меньше и меньше. Марат, другие волонтеры, родители Маруси не опускают руки, но времени не так много. Укол нужно поставить до того, как вес малышки превысит 21 килограмм. Сейчас девочка весит 17 килограммов, времени мало. Оказать помощь может любой из нас. Реквизиты на ваших экранах. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.